Глубоко уважаемые президиум, глубоко уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить за возможность выступления с этим докладом и разрешите поблагодарить персональности Николаевича Суворова за то, что наши пути сошлись в этом направлении три года назад и возникла идея проведения данного исследования, которое имеет свое продолжение сейчас, и, возможно, я остановлюсь об этом в конце доклада. Актуальность этого исследования возникла из-за того, что в онкоколопрактологии все равно инфекционные осложнения занимают лидирующую позицию, проблема значительно ухудшает качество жизни пациентов, увеличивает расходы на лечение. В среднем хирургические инфекционные осложнения составляют от 5 до 45%, и даже речь идет не о больших осложнениях, таких как раневая инфекция, несостоятельность кишечных анастомозов, сколько о малых осложнениях, о нежелательных явлениях, протекающих по типу синдрома раздраженно-толстой кишки, на которые мы стали обращать внимание в отдаленном послеоперационном периоде, потому что многие пациенты, приходя на визиты динамического наблюдения, жаловались на какие-то малые гастроэнтерологические симптомы и признаки. Поэтому во всем этом в современной литературе важнейшую роль придают, как вы слышали, микробиоте толстой кишки. Существует сейчас очень большое количество исследований, которые изучают микробиоту пациентов с колоректальным раком. Все исследователи находят дисбиоз, находят изменения и значительные отличия в составе кишечной микробиоты от здоровой популяции людей. Кроме того, существует большое количество факторов, которыми пациент сталкивается в переоперационном периоде. Это и предоперационная подготовка толстой кишки, и это поголовная антибиотикопрофилактика, и даже терапия, которая также применяется большому количеству пациентов, и антибиотикопрофилактика рекомендована в современных рекомендациях. Это непосредственно стресс оперативного вмешательства, это пребывание пациента в отделении реанимации интенсивной терапии, которая также является непосредственным фактором риска возникновения нарушений микробиоциноза пациентов. О каждом из этих факторов, о его роли в изучаемой проблеме можно прочитать отдельный доклад, и мнения специалистов на современном этапе сильно отличаются. Если взять, например, такой фактор, как подготовка толстой кишки, в течение последних пяти лет мы на основании достаточно большой доказательной базы перестали практически готовить толстую кишку к операции, что было доказано исследованием высокой степени доказательности, как вы видите, количество осложнений хирургических уменьшалось практически в три раза без механической подготовки толстой кишки, то буквально год назад Ассоциация колоректальных хирургов в Соединенных Штатах Америки в рекомендациях тоже в достаточно высокой степени настоятельно рекомендуется использовать предоперационную доконтаминацию кишечной флоры с механической очисткой толстой кишки. Поэтому, если взять любой из факторов риска в переоперационном периоде, исследования крайне противоречивы, меняются взгляды абсолютно в противоположные стороны, поэтому это, наверное, показывает о том, что проблема крайне актуальна, и нам надо ей заниматься. Это к предыдущему слайду относится, что показали, что доконтаминация кишечной флоры и механическая очистка кишки уменьшает различные представленные виды инфекционных осложнений практически в два раза. Неподготовленная кишка и только механическая очистка результаты практически не отличаются. Таким образом, назрела необходимость проведения собственного исследования, целью которого явилось лучшее результаты лечения больных колоректальным раком путем разработки лечебно-диагностического алгоритма переоперационной коррекции нарушений толстокишечного микробиоциноза. На первом этапе мы провели анализ состава кишечной микробиоты у больных с колоректальным раком. Было набрано контрольное, это проспективное исследование, нерандомизированное контрольная группа больных, 163 человека. Всем этим пациентам мы выполняли анализ кишечной микробиоты методом ПЦР. При поступлении потом проводилось хирургическое вмешательство и после операции определяли на 10-45 сутки. Критерием включения в исследование был гистологически верифицированный рак толстой кишки, неметастатический лапароскопический доступ, отсутствие выраженной коморбидности. Критериями не включения в исследование – это наличие отдаленных метастазов, неодевантное лечение, наличие хронических воспалительных заболеваний, диагностированных толстой кишки. Группы были сопоставимы. И вот что удалось выявить на предоперационном этапе, в предоперационном периоде, что изменения качественного состава в основном у большинства пациентов, у двух-третьих пациентов характеризовались повышением уровня условно-патогенной флоры, и у третьих пациентов к этим нарушениям прибавлялись еще и снижение бифидо- и лактобактерий. На этом слайде можно видеть изменения качественного состава микрофлоры толстой кишки в предоперационном периоде. По сути, это исходный статус микробиоты, с которым пациенты приходили на хирургическое вмешательство. Абсолютно подтверждает то, что говорилось в предыдущих докладах. Следует обратить внимание, что у третьих пациентов выявлялись уже в дооперационном периоде повышенное значение кластридии, как перфиндекс, так и дефициле. Соответственно, если использовать общепринятую классификацию дисбиозов, вот так распределялись эти пациенты по степени кишечного дисбиоза. Практически у всех пациентов был дисбиоз. У половины – это первой степени, и у третьих больных – второй степени. Вот что происходило с динамикой дисбиоза в послеоперационном периоде. И на десятые сутки после операции мы видим, что степень дисбиоза значительно прогрессировала. И уже превалировала у этих пациентов вторая и третья степени кишечного дисбиоза. На втором этапе мы провели многофакторный статистический анализ с целью выявления показателей, достоверно связанных с прогрессированием нарушений микробиодистоноза толстой кишки. И постарались построить комплексную модель на основе математических методов. Этими факторами, как вы видите, явились прием слабительных опухолевый стеноз, антибактериальная терапия, локализация опухоли, коррелировали больше пациенты с опухолью, которая локализовалась в правых отделах толстой кишки, и исходно присутствующий дисбиоз. На основании этого была выявлена формула для вычисления риска и возможность прогнозирования вероятности прогрессирования дисбиоза в послеоперационном периоде. И на третьем этапе лечения нами был предложен лечебно-диагностический алгоритм, который заключался в анализе кишечной микробиоты до операции, определении степени дисбиоза и риска его прогрессирования по предложенной нами модели. И в случае выявления высокого риска прогрессирования проводилась предоперационная коррекция в течение недели, затем операции, затем динамическое наблюдение за этим пациентом на 10-45 сутки, оценка непосредственных результатов хирургического лечения по общепринятым критериям. Были созданы две группы. Основная и контрольная группа, которая из этих 163 пациентов мы по уже разработанной формуле отобрали группу больных, которая была бы, по идее, вошла бы в группу риска по развитию дисбиоза. Группы были сопоставимы. Предоперационные данные, они примерно одинаковые оказались у обоих групп пациентов. Здесь представлены виды хирургических вмешательств данным больным. Ну и здесь мы хотели бы обратить внимание на динамику развития дисбиоза кишечника у основной группы, которым проводилась коррекция. Коррекция, да, забыл сказать, проводилась в зависимости от вида условно-патогенной флоры, которая была выявлена. Преимущественно это из внутрепросветных антибиотиков, или альфа-нормеса, или ванкомицин, и при подключении стандартных пробиотиков по типу Линекса. Сейчас проводится достаточно большое исследование с Александром Николаевичем, с изучением уже и универсальных пробиотиков, с изучением аутопробиотиков, результаты которого, я думаю, в этом году, сейчас мы отслеживаем уже отдаленные результаты этого лечения, они будут представлены. Так вот, результаты исследования показали значительное прогрессирование дисбиоза в послеоперационном периоде у пациентов в контрольной группе и значительно лучшую картину у пациентов основной группы. Значит, в послеоперационном периоде процент осложнений у пациентов основной группы был практически в два раза меньше, чем у контрольной, преимущественно за счет осложнений первой степени, малых так называемых осложнений в виде тошноты, метеоризма, диареи, задержка стула и колита. Если эти осложнения были в первой степени по Клевин-Диндо, проанализировать более подробно, они представлены на слайде. На слайде эти осложнения были в два раза меньше у больных, которым проводилась предоперационная коррекция дисбиоза. И вот еще очень, на наш взгляд, важный момент. Через полтора месяца, мы считаем это маленький срок, сейчас мы обследуем больных через полгода, через год, клиническая картина нежелательных явлений присутствовала практически у 10% пациентов контрольной группы и всего лишь у 2% больных основной группы. Мы оценили качество жизни пациентов через 45 суток, которая также значительно отличалась у больных, которым проводилась кишечная деконтаминация. И выводы у всех пациентов выявлено нарушение состояния микрофлоры толстой кишки, факторами риска прогрессирования нарушения кишечного микробиоциноза, разрешите, я на них не буду останавливаться, я о них сказал в докладе. Разработанная модель позволяет выявить пациентов с высоким риском прогрессирования дисбиоза, по сути, индивидуальный подход к лечению, и предоперационная коррекция снижает риск возникновения хирургических инфекционных осложнений в послеоперационном периоде. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за блестящий доклад.